Вооруженные силы Украины сегодня оказались в самой тяжелой ситуации с начала полномасштабных боевых действий в феврале 2022-го. Об этом пишет The New York Times, проанализировав соотношение сил на основных участках фронта. По их данным, российские войска наступают сразу на пяти направлениях – Авдеевском, Маринском, Работинском, Кременском и Бахмутском. Кроме того, вооруженные силы РФ накопили до 40 тысяч военных в районе Мариуполя и около 110 тысяч в районе Купенска и Лимана. Армия России стремится вернуть территории, занятые ВСУ в ходе контрнаступлений в 2022 и 2023 годах. Также издание отметило, что взятие Авдеевки стало первой большой победой Москвы на поле боя после взятия Бахмута в мае прошлого года. Сложной ситуацией на запорожском направлении. Утро 18 февраля противник совершил наступательные действия, но потерпел провал и отступил. Аналитики Дипстейт зафиксировали продвижение врага возле сел Вербовое и Ивановское. Бои продолжаются западнее и южнее населенного пункта Работино. Как рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью УНИАН, после выхода из Авдеевки украинским войскам придется отходить из других рубежей. «Нашим войскам надо отойти с флангов, где они находились. Нам надо сейчас подстраховать также Маринское направление и Углидар. Над ними всеми сейчас будет нависать враг, и там тоже может происходить тактический отход с определенных позиций. Под это и создаются определенные оборонительные рубежи, чтобы дальше удачно сдерживать врага». По мнению Мусиенко, сейчас на фронте три опасные точки – Купенск, Часофьяр и Маренко. «Для россиян очень желательно было бы сейчас выйти на Оскол, захватить Купенск, затем двигаться на соединение с Лиманской группировкой. И дальше они могут развить это наступление в северную часть Донецкой области и параллельно угрожать Харьковщине. Для нас очень важно сейчас концентрироваться на обороне Купенска». Однако, несмотря на сложные бои по всей линии фронта, украинские военные продолжают держать оборону и наносить врагу существенные потери как в живой силе, так и в технике. Всего с начала полномасштабной войны России против Украины потери врага составляют 403 720 человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова